На уборку улиц Новосибирска каждую ночь выходит 2,5 сотни единиц техники. Чистят все важные улицы. Снег нужно убрать до того, как он начнет таять. Иначе возникнет угроза подтоплений. Работать в частном секторе порой сложнее. Дороги здесь узкие, а движения зачастую оживленные. Затем, как убирают снег на улице Большая, наблюдал Михаил Якимов. В 8 вечера ночная смена выходит на уборку снега. Погрузчик быстро наполняет кузов самосвала. Но на Большой в это время активное движение. До снегоотвала, который находится недалеко, на Широкой, самосвалы едут долго. Обед у сотрудников ДЭО с полуночи до часа. А смена длится до 5 утра. За это время очистят не менее 700 метров вдоль дороги. Здесь дорожники вывозят снег с обочин, полностью очищают проезжую часть и тротуары. В данном направлении мы работаем 6 марта. То есть вот уже четвертый день. За три дня мы вывезли 5600 метров кубических снега. Но здесь, в принципе, достаточно снега. Вы видите, какие сугробы. То есть осуществляем погрузку снега. В основном ночное время. Пока дорожники чистят улицу, жители очищают подъезд к своим воротам. Машины, надо снег чистить перед оградой. У нас когда не чищено, тут даже скорой негде встать. У меня вот всегда почищено. Стараюсь, чтобы хоть как-то там, ну с колесом, может, у человека какая проблема будет. Есть хоть где-то, как-то остановиться. Но такую заботу о соседях проявляют далеко не все жители. Ответственные собственники выкидывают ненужный снег прямо под кожу грейдера во время уборки или чуть-чуть заранее, чтобы его убрали вместе со всем остальным, что навалило за зиму. Однако при уборке в частном секторе встречаются и вот такие картины. Некоторые владельцы домов выкидывают снег прямо на тротуар, который до этого буквально только что почистили до самого асфальта. Чтобы полностью вывести снег с большой, дорожникам понадобится еще 2-3 дня. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости.